Трое ребят из Великовисочного Нижнепеши и Амдермы остались навечно в боевом строю. 15 февраля мы отдаем дань памяти солдатам и офицерам. Всем тем, кто до конца остался верен своей клятве о цене жизни и исполнил свой интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан. В День памяти жители округа вместе с ветеранами боевых действий в Афганистане возложили цветы к памятнику участникам локальных войн и вооруженных конфликтов на Аллее Победы в Нарьинмаре. Те два года, которые я там провел и которые провели мои друзья и товарищи боевые, они останутся с нами навсегда. Поэтому мы собираемся здесь и отмечаем эту дату. В декабре 1979 года по просьбе правительства Демократической Республики были введены в Афганистан советские войска. Первыми на аэродроме Баграм в 50 километрах к северу от Кабула высадились части 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. За 9 лет советская армия в ходе военных действий в Афганистане понесла самые большие потери со времен Великой Отечественной войны. Свыше 14 тысяч солдат погибли, 6 тысяч скончались от ран и болезней. В 1988 году после подписания Женевских соглашений начался вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года его территорию покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск. Афганцы, так стали называть наших военнослужащих, прошедших через горнила войны в Афганистане, о своем участии в боевых действиях рассказывают скупо. Но по отдельным фразам понимаешь сразу, насколько серьезными для них срочников, тогда еще, собственно говоря, мальчишек, были те военные испытания. Юрия Иванова призвали в армию из Нарьенмара 7 апреля 1985 года. Проходил подготовку в Узбекской ССР, город Ирмес, полигон 21. Была там специальная учебка для подготовки к Афганистану. Ну, специализированная. 4 августа парня вместе с боевыми товарищами перекинули в Афганистан, в Кабул. Попал в 180-й мотострелковый полк 108-й Невельской дивизии. Учебки меня готовили на наводчика САУ-2С1. Ну, после распределения подразделения, как раз там получается так, что не хватало радистов и вместо наводчиков меня в корректировку. Артогня, радистам. Через неделю первый боевой выход в район Джалабада. Ну, а там уже дальше как обычно. То на войну, то с войны, маленький отдых. Приходилось неоднократно и в разведку ходить. Обычно приписывали или к разведвзводу, или к разведроте. Война в Афганистане для Юрия Иванова закончилась через 21 месяц и три дня. Для Дмитрия Конюкова из Неси на несколько месяцев позже. Юрий и Дмитрий призывались из Ненецкого автономного округа вместе. В Афганистане служили в одном полку. Уже редко, конечно, встречались, потому что он на броне. Ну, естественно, я больше-то в горах так, иногда в полку уже пересекались. Но полку, опять же, редко бывали-то. У нас 180-й, ну, он такой был, считался рейдовым. Вот. Вот у нас как раз мы вот в августе с Димкой пришли в полк. В сентябре на второй заход пришел герой Советского Союза, вот Руслан Аушев. Это наш начальник штаба полка. Вот. Так что полк был боевой, так что нам в основном в полку мы редко были когда. В основном вот на операциях, на выходах, на боевых. Николай Канев, выпускник Великой Височной школы 1978 года, был призван на срочную службу в Советскую армию в ноябре этого же года. В учебке прошел курс молодого бойца. Получил военную специальность – механик вертолета. Сначала служил под Одессой, спустя год перебросили в Среднюю Азию. Там формировалась новая эскадрилья вертолетов. Мы уже были готовы. И вот через месяц, 14 февраля 1980 года, нас перекинули в город Баграм. В Афганистан, это 70 километров от Кабула. Второй год службы шел 1980-й и прошел у Николая на авиабазе в Баграме. До самой демобилизации из вооруженных сил. Там жара была 50 градусов, а в тени 40-45. Ну, для меня, для северного мужика, парнишки, конечно, как-то я принес. Активные боевые действия начались в Афганистане в марте 1980 года. У нас с утра до вечера вертолеты летали. Но были совместные операции, совместно с афганскими войсками. Николай готовил вертолеты к боевым вылетам, нес караульную службу по охране авиационной техники, переносил боеприпасы раненых и убитых. Такое понятие, как груз-200, появилось именно во время войны в Афганистане. Привозили убитых и раненых, и мы, как механики, обслуживали вертолеты, и в то же время перетаскивали убитых и раненых, и афганцев, и наших, и солдат, и офицеров. Это все это было. Мне тогда было, я когда в марте прилетел, мне было 19 лет, а в мае, 19 мая, мне исполнили 20 лет. 20-летние ребята, участники военных действий в Афганистане, заметно повзрослели. В настоящее время в Ненецком округе проживает 41 ветеран афганской войны. Младшему уже, вот я посчитал, младшему у нас 53 года, старшему 73, понимаете? 44 человека, призванные в советскую армию из Ненецкого автономного округа, в разные годы принимали участие в военных действиях в Афганистане. Трое из них не вернулись с войны, а всего в локальных войнах и конфликтах, которые происходили у нас за последние десятилетия, у нас числится 285 человек. Из Афганистана вернулись в цинковых гробах ребята из Великовисочного, Нижней Пёши и Амдормы. Семьям погибших оказывается помощь из бюджета Ненецкого автономного округа. 15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, мы кланяемся подвигу Виктора Аншукова, Семена Шульгина, Ивана Пушкашу. Мы чтим всех тех, кто действительно отдал силы и здоровье, а самое главное – жизнь, во имя того, чтобы выполнить свой воинский долг, свой приказ, чтобы защитить нашу родину в трудную годину.